Всем привет! С вами канал Все про Android и сегодня у нас приложение AppOps. Приложение, которое позволит управлять вам разрешениями для приложений на вашем Android устройстве. Я думаю владельцам, кто использовал 4 Android до 5.0, известно данное приложение. Оно прекрасно справлялось со своими возможностями. Это приложение по заявлениям автора позволит вам без рут прав на версиях Android от 6.0 изменять разрешение приложений, отказывать в определенных разрешениях. В общем сейчас перейдем к самому приложению и посмотрим что оно может. На версиях Android от 5.0 до 6.0 необходимы права суперпользователя. В зависимости от выбранной типа сортировки вы сможете просматривать приложение по допустим разрешениям. Данное окно показывает какие существуют доступы. Выбрав нужный вам доступ, вы сможете просмотреть какие приложения используют данное разрешение и когда они получали доступ. Вот к примеру я пользовался телеграммом, отправлял голосовое сообщение. Вот здесь было разрешено 16 августа. Всегда можно нажав на ползуночек отключить данное разрешение. Это что касается сортировки по разрешениям. Вы можете работать и отдельно с приложениями. Если выберете возможность сортировки по названию, тогда перебрав все приложения, вы сможете также проконтролировать какие разрешения предоставлены будут на вашем Android устройстве для данного приложения. То есть выбрав определенное разрешение, вы сможете всегда запретить его или разрешить. Приложение имеет разрешение на выполнение данной операции. Если выбираем галочку запретить, приложение будет получать пустые данные или операция не будет выполнена. То есть будет запрещена. Ну телеграмму я отказывать на данном этапе не буду, потому что он мне нужен. То есть суть работы ясна. Отсортировав основное окно по нужным вам категориям, это будет по приложениям или по разрешениям, вы сможете работать с разрешениями для разных приложений на вашем Android устройстве. Скажу сразу, что при первом запуске вам будет предложено установить там какой-то Suzuki Manager или Suzuki. Без него некорректно у меня, к примеру, отображались приложения. Список был, в общем-то, скажем, пустой. Я его установил и сейчас все прекрасно. Давайте перейдем к настройкам. Сортировка мы поняли, пользователь об этом немножко позже. Показывать, не показывать, системное приложение, показывать приложение без иконки. И основной вариант это настройки. Метод выполнения. Давайте остановимся на методе выполнения. То есть есть вариант от тех, о чем я говорил. Privilege Mode. Этот метод работает на версиях Android от 6.0 и не требует прав root доступа. То есть работает без root. Вот, кстати, о Suzuki Manager установочка. Root Mode. Да, в чем прелесть Privilege? Быстрый, поддерживает многопользование, многопользовательский режим и поддержка через ADB. Данный метод работает. Root Mode. Медленнее, не поддерживает мультипользователя. Есть еще вариант установки системного плагина. Он отличается тем, что он быстрее, чем root mode. Поддерживает установку системного плагина и не поддерживает мультипользователя. Перейдя в подкладку установить системный плагин, вы сможете его установить, перезагрузить смартфон. У меня он не установился. Скачать через Recovery есть возможность и прошить его в Recovery. Я пока этого не делал. Ну и всегда можно этот плагинчик отсюда же удалить. Плагин прописывается в System Privilege Up. То есть в системный раздел. Тест доступности. Запускаем тест и проверяем, работает ли наш смартфон и какие он получил разрешения на вашем Android устройстве. Версия Android. Какой девайс и так далее и тому подобное. Allow, allow, allow. Работа в фоне. Работа с картой. Работа с внутренней памяти. Wake lock. Пробуждение. Все доступно. То есть выбрали режим и посмотрели, работает ли данный тип по тесту доступности. Сбросить настройки. Это все понятно. Очистить кэш. Он root mode. Ну, кэш, я думаю, смысла не имеет очищать, поскольку он используется только для сортировки приложений по разрешению. С методами выполнения разобрались. То есть есть три метода выполнения, как я уже сказал. Внешний вид. Несколько вариантов выбора темы. Пользователь показывает, под каким именем вы вошли. Работа с новыми приложениями. Здесь вы можете задать определенные настройки. То есть приложение после установки будет вам показывать всплывающее уведомление. Если вы включите кнопочку, будете в процессе установки задавать разрешать приложению определенное разрешение. Здесь, я думаю, все будет понятно. Помимо всего, есть возможность задать определенный шаблон. К примеру, вы не хотите ковыряться с несколькими приложениями и персонально в каждом приложении лишать его или же добавлять ему какие-то подфункции. Вы можете создать свой шаблон. В принципе, здесь все написано. Забавить определенное разрешение. Сохранить данный шаблон. После чего, выбрав определенное приложение, применить данный шаблон. Уже шаблон будет применен с предоставленными или лишенными разрешениями для приложений. Бэкап и нересторы, я думаю, всем понятно. То есть вы сохраняете свои настройки. Если вдруг приложение слетело или там обновилось, вы сможете всегда восстановить выбранные настройки для приложений на вашем Android устройстве. Скачать приложение можно будет по ссылке в описании видео. Версия есть две, платная и бесплатная. Ну и, соответственно, можете посмотреть на сайте FOPDA по отзывам о данном приложении. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч!